Очередной день финала Кубка Гагарина. Четвертая игра, вторая игра в Москве. Первую игру дома ЦСКА выиграл и таким образом сократил отставание в серии до одного матча, который может выиграть сегодня. Еще станет ничейным после первых двух матчей в Казани, которые, соответственно, выиграл Казанский Акбар. Главный вопрос по хоккею, который мне задавали воочию, писали, звонили. А что с Ховановым? С Ховановым все хорошо, он здесь. А значит, все будет нормально из трансляции. Правильно? Хоккеист Олег Белов, тоже знаковый хоккеист, кстати, для ЦСКА 90-х. Алексей Будюков, Артем Сергеев, Алексей Береглазов и Владислав Кара. Так что всех этих хоккеистов, действующих и бывших с днем рождения. Плэта вот сейчас, да, ну, наверное, вы тоже видите, на общем плане Гарипов просто отталкивается своего пятачка. И здесь дело не в том, насколько правильно это или неправильно, а в том, что реально Плэта мешает Гарипову, создает ему проблемы сейчас. Просто наваливает, да. Есть возможность для броска приложиться хорошо. Почему бы нет? И здесь была достаточно хорошая вариативность. И броски от Робинсона, и броски от СКОТа. Прекрасно понимают, что за ошибки будут наказывать и одни, и другие. Поэтому сейчас игра куда более ровная. Будет удаление. Нет, будет гол. Сейчас, на данный момент, засчитывают шайбу. Но Кузьменко сделал это, когда шайба уже пересекла ленточку. Ну, а это вот, да, Светлаков. Началось в любом случае все с Телегина. Сейчас арбитры будут выяснять легитимные шайбы, а также все превходящие нюансы. Обзелено. Помеха в артиллерии. Третья Народки зачитанная. Реакция трибун, считающая, что здесь еще две минуты Казани должны были выписать арбитры. У арбитров иная точка зрения. Десять секунд на большинство. Шелуно. Идеальный, вроде бы, пас. Даже мега опытнейшему Андрею Маркову, но все-таки сказать, что не надо так делать. Ну, в особенности, да, в меньшинстве. Насколько угодно, что Датсук волшебник. Но Марков просто другое амплуа. Так человек-то с таким опытом, с таким чутьем. Тоже волшебник. Втроем. Втроем. Акбарс уходит в атаку. Джастин Азиведа. Акбарс показывал ЦСКА. Грозил этим с самых первых секунд розыгрыша этого меньшинства. Я помнишь, говорил о том, что Азиведа с Ландером и Секачем не очень заметны весь первый период, кроме первой смены. Потом первые 11 секунд меньшинства Акбарс провел, вынудив ЦСКА. Марченко Нестерову. Тот дальше направо Григоренко. Григоренко обратно Нестерову. Марченко в левом круге выбрасывания. Не стал бросать. Хороший перевод. Бросок в касание. С колена стрелял Григоренко сходу. Четвертая минута второго периода. Вторая минута большинства армейского. Еще 45 секунд. В нем Телегин. Телегин, Скотт. Быстрая атака ЦСКА. Несколько раз не позволил ЦСКА выбраться из своей зоны с шайбой. Тем не менее, ответ ЦСКА. Бросок Светлакова. Будь он точным, попадил он куда целился, а именно в верхний угол. Восьмая минута второго периода. Джастин Азиведа за воротами. И какая передача от Азиведа на Ландера. И эти люди, которые сотворили первую шайбу, они же, они же творят вторую. 2-0 в пользу Казанского Акбарса. И это снова следствие потрясающего взаимопонимания и потрясающего умения использовать микроскопический момент. Если ты технично, если ты видишь площадку, если у тебя есть взаимопонимание с таким же, как ты, партнером, который умеет, умеет распоряжаться эпизодом за доли секунды. Ты найдешь этот вариант. О чем я все время и говорю, насколько хорош Азиведа, да, в подыгрыше и сам. А сейчас, да, великолепно ассистировал. А Антон Ландер и тут же отвечает ЦСКА. ЦСКА сокращает отставание, возвращает разрыв к минимальному. Следующий же атаке ЦСКА блестяще отвечает на пропущенную шайбу от Казанского Акбарса. Быстро, молниеносная атака, Телегин бросает. Неудачно отбивает шайбу прямо перед собой на битах Гарипов. Неудачно, потому что он еще при этом выхотелся далеко. Токранов возвращает Азиведа вдоль левого борта, Азиведа вверхом. Шайба попадает в игрока ЦСКА. Остается у Казани. Бросок Токранова и сехочно добивание к отскочившей шайбе первым. Сорокин успевает, падая, перекрыть. Есть ближний угол и снять остроту этого момента, тем не менее. Нужен бороться не с одним, а сразу с двумя хоккеистами Акбарса. Шулонов бросал, скачев, кинулся под бросок. И это дает шаг Галиеву убежать. Один на один. Ушла шайба с крюка, никто не мешал Галиеву. Ответ теперь Капризов. Капризов ждет партнеров. И будет бросать сам Эмиль Гарипов в тащи. Вперед получил шайбу обратно и снова отправил ее Григоренко. Григоренко от ли подборта сместился в левый круг вбрасывание. И шуруют под воротами армейцы. Свисток арбитра останавливает игру. И в данном случае они и должны перестраховываться. И Свисток считает, что шайба вероятно вышла из игры. Удивительно, потому что во втором было и в большинстве. Казанский Акбар сыграл в первом периоде еще понятно. Петров кидается под бросок Ткачев. И очередной заблокированный бросок. Четвариант Киселевич. И в итоге просто так парашютиком пытался набросить. В район пятака не очень хорошая получилась идея. Особенно сейчас, как мы видим, Глухов. А Глухов-то что сделал? И Глухов привез как минимум большинству. На возврате очень непросто защитнику в такой ситуации. Потому что, ну, когда ты бежишь на максимальный спорт, соответственно, у тебя казанцы должны постараться вернуть ее. Но насколько хорошо и быстро это получится. Вот тоже не факт. Контр-атаха ЦСКА в меньшинстве втроем. И Карипов вынужден выручать. Жарков на добивании. В чужой зоне и позволил ЦСКА сождать момент в меньшинстве. Последние минуты третьего периода. Сорокин покатил меняться. Появляется шестой. Это Григоренко у ЦСКА. Телегин вытащил шайбу из борьбы за воротами. Рядом с ним два игрока Акбарса. Они отбрасываются. И надо катить за шайбой, которая изменила. В направлении сама по себе. У этой шайбы такой характер был, что она решила срезаться в ворота. И она поэтому и полетела. Так на ребре вообще непонятно как. И в итоге тогда постепенно завернула, завернула в ворота ЦСКА. Из второго периода. Но Казанский Акбарс выигрывая в Москве четвертую игру со счетом 3-1. Именно таким 3-1 в свою пользу делает счет этой серии. Казанский Акбарс шаги от того, чтобы выиграть кубок Гагарина.